Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Восток, Запад и Россия А Россия и не Запад, у нее есть своя миссия Эта миссия заключается в том, чтобы объединить весь мир Все три его составляющие Восток, Запад и Россию В некую единую глобальную цивилизацию Когда из поколения в поколение Устойчиво гарантируется, что все сыты, обуты, одеты Имеют нормальное жилье Старики и утратившие трудоспособность Не бедствуют, защищены Дети получают правильное воспитание и образование Ну а взрослые не работают на износы У них есть время для того, чтобы реализовывать свой творческий потенциал И вот только русская цивилизация Она все-таки сегодня уже может рассматриваться как более благополучная Потому что все-таки так или иначе Но целью и задачей русской цивилизации Является поиск путей, если угодно, построения Царствия Божия на земле И у России, у нашего народа Есть концепция вывода страны И не только страны, но и всего человечества На новый курс развития Есть полная ясность того, что надо делать Как надо делать И, значит, есть все возможности для этого Либо весь мир будет развиваться в сторону человечности В сторону богодержавия Либо мы все вместе сгинем Но факт остается фактом Что концепцию человечности, концепцию богодержавия Предложила пока только русская цивилизация Это факт И этого не надо стесняться Надо просто понимать, что это наша миссия И мы, это наш долг, мы должны его реализовывать Вручили нам отцы всесильное оружие Мы родине своей присягу принесли И в жизни нам дана единственная служба От смерти защищать грядущие земли Пока альтернативы русской цивилизации Здоровой альтернативы я не вижу Это, конечно, напрягает Накладывает огромную ответственность Но мы от нее никуда уйти не можем Человечество единое и целостное И вот тот самый этап Времена не выбирают В них живут и побеждают Это идея Это мировоззрение Но это, в первую очередь, нравственность Создавать условия для человека Чтобы он больше раскивал свои божественные способности Искоренение такого явления Как эксплуатация человека человеком Ну, справедливое мироустройство Знания, которые позволяют Построить справедливое жизнеустройство Построить именно ту цивилизацию О которой мечтают простые, обыкновенные, нормальные люди Построение, ну, в терминах религии Говорят, построение царства божьего на земле В терминах материалистов Построение коммунизма Многие годы назад Там даже десятилетие Отказалась фантастика А в экономике будущего Целью станет сам человек А для человека главное что? Это жизнь Это качество жизни, правильно? Если качество жизни, то мы, естественно, приходим к экологии Приходим к чистой воде К хорошему питанию К правильному образованию То есть правильно воспитанные дети Это твое будущее Твоя счастливая старость Это счастье Об этом не стоит забывать Есть все виды ресурсов Нефть, газ Есть достаточно электроэнергии Но главное что есть у России Это ее интеллектуальный потенциал Это люди Это народ Многонациональный Ну а что такое русскость как вот явление? Это определенная этика Просто надо понимать, что русский Это не этническая принадлежность Породу племени Это характеристика Это характеристика принадлежности к цивилизации многих народов Которые несут из поколения в поколение Определенные идеалы справедливости и мироустройства В свое время Владимир Иванович Даль Великий русский писатель Автор словаря живого великорусского языка Говорил Ни прозвание, ни вероисповедание Ни даже сама кровь предков Не делает человека принадлежностью к тому или иному народу Кто на каком языке думает Тот к тому народу и принадлежит Я думаю по-русски Цитата закончена Я напомню на всякий случай Что он был наполовину датчанином Русская культура впитала в себя все И библейскую культуру западную И исламскую культуру И буддийскую И индуистскую Сейчас особенно Рассвет всех цветов Но русская культура и русская цивилизация Тема отличалась Что нас в большей степени волновало не то Какой генетики человек А то какой он по своим личностным моральным качествам Как он себя ведет Как он взаимодействует с другими людьми И в этом, как я уже говорил Сила русской многонациональной цивилизации И перспективы ее в глобальном масштабе Вот то, что вы спросили Какой будет наша цивилизация в глобальном масштабе Пока альтернативы русской цивилизации Здоровой альтернативы Я не вижу Даже многие зарубежные деятели говорят Что русский человек тем отличается от других Что он не может жить спокойно Если где-то есть несправедливость А Россия, ее миссия в этом Помочь преодолеть всему миру Ну и самой России Это толпалитаризм Толпалитаризм, как и атеизм Это общая цивилизационная проблема Не может быть преодолен толпалитаризм Вот только на территории России А в основном в мире Изменение ситуации на земном шаре Предстоит грандиозное И пойдет оно из России Может быть именно поэтому В русской цивилизации Столько национальностей И столько конфессий Ну это некий Некая модель что ли Всего мира Там будет множество народов И будет множество культур И Россия показывает Что она не уничтожает ни одну культуру Или это будет общность Людей, которые Станут неким флагманом Развития всех цивилизаций И только тогда Русская цивилизация Выполнить свою миссию Объединение Рано или поздно Это все равно случится Когда на земле Будет единая цивилизация А если не верите Убедитесь сами Когда попадете к нам А как мы туда попадем Если нас не пускают Своим ходом Год за годом И доберешься В первую очередь Необходимо изучить теорию Необходимо изучить Достаточно общую теорию управления Концепцию общественной безопасности Тогда вы Из всего потока информации Которая буквально захлестывает И радио, телевидение, интернет И все прочее Сможете получать Всю необходимую Для вашей жизни информацию Сами И тогда сами В соответствии С вашими интересами Кратковременными Долговременными Стратегическими Концептуальными Любыми Вы сами сможете Определить круг Тех источников Которые вам дадут Максимально полную информацию По интересующему вас вопросу Но для этого Вы должны обладать Теоретическими знаниями Обработки информации Поиска и обработки А эти знания Даются в работах Внутреннего предиктора СССР И в первую очередь Это достаточно Общая теория управления Здесь Ну основные сведения Вот например По философии Диалектика и атеизм Две сути Несовместны Значит Вот работа по истории Разгерметизация Здесь Описывается Троцкизм Ленинизм Берет власть Как происходили события Революционные В нашей стране Вот вопросы Иерархии Русской православной Церкви Все что связано С богословием Вот вопросы О психологии От человекообразия К человечности Вот о языке Язык наш Вот достаточно Общая теория управления Значит Вот Мастеры Маргариты Гемдемонизму Либо Евангелие Беззаветной веры Вот Все эти работы Помогут вам Повторю еще раз И в жизни Нам дана Единственная служба От смерти Защищать Грядущие Земли Прощайся У тебя Две минуты Ну Мне пора Слышу голос Из прекрасного Далека Голос утренний В серебряной Росе Слышу голос И манящая Дорога Кружит голову Как в детстве Карусель Прекрасно Мне Далеко Не, Religе Далеко жестоко Не, Начинаю Глыб Слышу голос из прекрасного далёка Он зовёт меня не в райские края Слышу голос, голос спрашивает трога А сегодня что для завтра сделал я? Прекрасное далёко, не будь ко мне жестоко Не будь ко мне жестоко, жестоко не будь От чистого истока в прекрасное далёко Прекрасное далёко я начинаю путь Я клянусь, что стану чище и добрее И в беде не брошу друга никогда Слышу голос и спешу на зов скорее По дороге, на которой нет следа Прекрасное далёко, не будь ко мне жестоко Не будь ко мне жестоко, жестоко не будь От чистого истока в прекрасное далёко Прекрасное далёко я начинаю путь Прекрасное далёко, не будь ко мне жестоко Не будь ко мне жестоко, жестоко не будь От чистого истока в прекрасное далёко Прекрасное далёко я начинаю путь Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова